завтракаешь о я не хотела помешать продолжай не скудненько как думаешь через сколько проголодаешь не поняла на работе часов десять мы чай пьем а с чем чай пирожки приносит на продажу котлеты по-киевски чтобы до обеда продержаться вкусняшки всякие из дома понятно а чем занимаешься кроме работы ну да собственно ничем ну хобби или для себя любимое что-нибудь рисовать ведь не умею у меня работа тяжелая устаю я может потанцуем не меня тела много так и я не всегда была такой до 100 килограмм доходило веришь найди меня в instagram диетолог лана узнаешь очень много а в шапке профиля запишись на мини курс цех а если хочешь от лишнего тела избавиться навсегда на нутрициологику тебе точно нужно ссылку прикрепила к этому видео всем привет я светлана никичук ваш нутрициолог который когда-то весил почти 100 килограмм сегодня я продолжу видео из серии сахар в большом городе и так из первой части мы поняли что сладкое это удовольствие сравнимое с занятием любовью и наркотическим экстазом самое тревожное что вы привыкаете к нему и постоянно незаметно для себя повышаете дозу мы также разобрались что недостаток белка в рационе приводит к большому потреблению сахара а также к невозможности выработки гормонов удовольствия и как следствие поиска его источников слушайте свое тело желаниями она подсказывает нам в чем она нуждается наше дело правильно расшифровывать эти послания вторая причина дикого желания сладкого это большое количество быстрых углеводов в рационе они имеют высокий гликемический индекс и заставляет нашу поджелудочную железу вырабатывать огромное количество инсулина она начинает работать в авральном режиме что приведет к ее преждевременному износу сахарному диабету быстрые углеводы или моносахариды в миг расщепляются на простые молекулы в том числе хорошо вам знакомый сахар уже в желудке он расщепляется на глюкозу и фруктозу которые хорошо растворяются в воде а значит просто молниеносно попадают в кровь вызывая кратковременное счастье и удовольствие а значит очень скоро когда уровень сахара упадет вы неудержимо захотите перекусить или попить чай с булочкой чтобы дотерпеть до обеда вас даже может потрясивать и это самая настоящая ломка этим свойством пользуются пищевые гиганты они добавляют сахар во все что можно чтобы вы хотели съесть как можно чаще но логично же чаще едите вы больше прибыли у них и это похоже на войну потому что замаскированный сахар в составе встречается практически в любом продукте под видом патоки и сиропа нектара агавы фруктозы декстрозы и так далее если зайти в любой магазин и убрать с полок все продукты в которой запихнули и замаскировали сахар на пол практически ничего не останется процентов 20 от всего ассортимента а теперь представьте эту картину как в период дефицита когда полки в магазине были пустые лимонад колбасные изделия полуфабрикаты молочные коктейли йогурт белый хлеб выпечка соус и даже батончики из категории снижение веса тоже могут содержать сахар и быстрые углеводы внимательно читайте состав это еще одна привычка которой пользуются мои ученицы плюс к этому пищевые магнаты играют на наших чувствах создавая рекламные кампании со зрительными стойкими ассоциациями нового года дня рождения семейного ужина пятницы и других значимых для нас дней мужчине 30 лет ведущему активный образ жизни допустимо 12 ложек сахара в то время как девушкам такого же возраста только 9 а ребенку 5 лет только 6 чайных ложек это рекомендации воз много это или мало смотрите сами в обычном питьевом йогурте 7 ложек 300 граммовая порция курицы с рисом и соусом 6 в одном шоколадном батончике 8 в пол-литре лимонада 11 в бургере больше 3 реальное количество сахара которая съедает и выпивает обычный человек за сутки в среднем 107 грамм большая часть этой суммы не из конфет пирожных и лимонада а из переработанных продуктов сосиски наггетсы крабовые палочки белый хлеб которые не считают сладостями напоминаю что не нужно демонизировать никакие продукты и их составляющие важно соблюдать объем и частоту потребления быстрые углеводы очень важны для восстановления особенно когда организм истощен и зверски устал в этих случаях лучше быстрых углеводов просто нет составе таких продуктов сахар находится в чистом виде организму не нужно тратить силы и время расщеплять белки углеводы много раз чтобы добыть необходимую глюкозу энергию мозг запоминает какие продукты помогают найти легкий и кратчайший путь удовольствию он делает все возможное чтобы ваша рука потянулась за сладким и доставила сахарную бомбу в рот даже если вы накануне решили что ограничиваете сладкое любой стресс вызовет желание пожалеть себя сахаром получить несколько минут удовольствия и тысячи оправданий третья причина тяги к сладкому это отсутствие других удовольствий в жизни именно удовольствие они нужды и необходимости я не скрою что меня воспитывали а возможно и вас так что уделять время себе не так важно главное семья добыть для них еду приготовить дети работа а потом где-то там на последнем месте ты со своими желаниями много времени прошло домашний труд облегчили машины и роботы а установка я на последнем месте осталось и единственное удовольствие от еды тоже побаловать себя массажем можно только по вынужденной причине когда спину скрутила так что без специалиста не обойтись сколько моих знакомых и учениц заплывали жиром только потому что они заедали свои желания а теперь мы знаем как не прост сахар на самом деле я сама была в сахарной ловушке и не понимала как из нее выбраться сейчас я передвинула себя с предпоследнего места и как бы не было загружено ежедневно уделяю время себе я нашла дофамин в беге до плюс сжигаю калории но для меня важнее эмоциональный подъем которые испытывают при этом я не падаю от усталости а наоборот готова переделать тысячи дел выходные два часа танцую я жду их не для того чтобы плюхнуться на диван смотреть фильм заедая их пиццей выпечкой а чтобы реализовать себя в танце это мой кайф мой наркотик у вас будет совсем другой главное найдите его перепробуйте все что в конце концов это может быть шоппинг а тренировка танцы рисование ванна с пеной до потолка встреча с подругами научились играть на фортепиано что угодно лишь бы вы получили удовольствие и зафиксировали что его можно получить и без сладкого прямо сейчас записывая это видео я чувствую себя счастливой поставьте палец вверх и напишите в комментариях чем займетесь слушайте а может вам понравится вести свой youtube канал ну в общем вы поняли что угодно увидимся скоро пока пока